всем привет всем здрасте дорогие друзья сами кисели в этом видео будет с вами разговаривать касательно добычи и переработки руды различной хитрости да и вообще все что связано с рудой в данной игре ну что ж друзья с вас как всегда лайк подписочка колокольчик а сме контент поехали ну и давайте начнем наш разговор с того какие руды бывают и где их собственно достать ваша стартовая планета которая у вас будет это вот это которая вращается вокруг газового гиганта по крайней мере у меня так возможно если вы что там память и в настройках будет по-другому точно не знаю виды руд железная руда она здесь имеется по умолчанию медная руда также кремниевая руда ее здесь нету титана здесь тоже нету ко мне здесь ну как видите имеется в достатке что делать с рудами которых нет на стартовой планете привозить их но с кремнием есть некоторая хитрость вы можете превратить каменную руду кремниевую ну то есть обычный камень перерабатывается в кремний и это довольно прекрасно то есть мы ставим грубо говоря добычу камня вот где-нибудь здесь вот заводим сюда и выводим уже кремниевую руду это поможет вам на первых порах но на постоянке такое я вам использовать не рекомендую ибо быстро израсходу эти да и время довольно много занимает в моей системе имеются еще две планеты и на них уже есть допустим на это большое количество титана титан я вначале возил именно отсюда на стартовую планету но потом просто-напросто сюда переехал и также имеется еще одна планета где есть большая количество но относительно большое количество кремниевой руды так что если что добывайте либо там где и много лет либо там где она вообще хоть каких-то количествах есть но потом в любом случае вам придется менять системы не забывайте об этом ок она добывается естественно с помощью определенной постройки майнинг машин она просто берет и добывает и обращайте внимание то что когда вы выбираете одну вы имеете одно количество которое вы можете добыть когда две три уже собственно больше и так далее скорее всего вы будете делать вот что-то вроде этого пытаться сопоставить их друг с другом чтобы добывалось быстрее да это хорошо и это прекрасно то есть вот тут взяли тут за ли но мы можем еще не только оставить их близко рядом но и при этом еще так сказать изгаляться зажимаете клавишу shift и английскую эр и можете двигать эту штуку и таким образом вырабатывать еще быстрее и еще больше то есть ну скажем вот под таким углом они так вот как у вас было изначально это тоже полезно и поможет вам особенно в начале потому что чем больше будете добывать им больше будет перерабатывать и хороший будет старт ну и потом это естественно тоже вам аукнется плюс что касательно скорости добычи вы щас видите 180 минуту он делает то есть 3 в секунду хорошо давайте поставим немножечко по-другому сейчас мы это дело снесем и поставим ну вот так получаем 108 в минуту а если одну 36 минуту в моем случае один такой стак дает 36 минуту но есть улучшение которое позволяет увеличить данное значение в режиме апгрейд и он сначала бы на сес нажимаете на 3 у вас получается и ваше технологическое древо заходим в апгрейд и видим здесь venus utilization у нас получается увеличивается скорость добычи и минус 6 or a conception но все конечно прекрасно все великолепно и просто двигаемся и со временем просто увеличиваем таким образом добычу тоже хороший бонус и да ребята рекомендую как можно быстрее уйти на производство всего вот этого дела всех кубов включая фиолетовых и этих ну вообще как можно быстрее вообще вот изучать эту тему это реально очень сильно будет вас бустовать я не просто как говорил о скорости добычи потому что смотрите этот производит получается в районе 100 в минуту этот производит ну примерно то же самое значение то есть 200 в минуту хорошо фикс ним будет 180 минуту это 3 в секунду и что это нам дает это нам дает понимание пропускной способности наших конвейеров потому что в данном случае у меня стоит третье самое максимальное не делают 30 в секунду эти делают 6 секунду а поскольку у нас три в секунду производится с двух этих нам хватит даже на еще постройки две таких же с тремя точками учитывайте это когда будете вести руду на переработку следующий момент любая руда который мы добываем перерабатывается в одном и том же месте смелтере то есть вот это вот штучка которая у вас будет почти всегда и везде заходим в ее рецепты и видим производство пожалуйста у нас из железа стальных пластин у железных пластин медные пластины кремниевые пластины титановые пластины так сказать блоки каменные и графит в чем прикол у каждой из них есть свое время создания и использования ресурсов то есть одна руды в одну пластину за одну секунду это понятно это также но тут уже по-другому тут 2 и за 2 секунды 2 и за 2 секунды 11 2 за 2 секунды что это нам дает чтобы вы могли так сказать оптимизировать свои производства в плане того чтобы вот таких простоев застоев у вас не было но это связано с логистикой об этом дальше в общем чтобы ваше производство не простаивала зря считайте не в самом начале но потом хотя бы когда будете выстраивать производство которое будет больше чем это по размерам потратьте на это время чтобы не было простой ресурсов ну вот давайте я вам приведу пример вот у нас есть медь и мы сейчас просто-напросто вот так вот зарубимся поглубже в нее чтобы добывать так сказать побольше за единицу времени скажем ну вот так все мы дело поставили смотрим нужно , сейчас быстренько , и смотрим на показатели которые у нас она эта штука покажет она делает 250 минуту то есть допустим давайте я не знаю 240 минуту то есть получается 4 за одну секунду 4 за одну секунду позволяет нам совершенно спокойно поставить 4 смелтера то есть 1 2 3 4 которые будут делать медную руду потому что она используется одна единица в одну секунду выводим и готовую продукцию тут немножко криво но мы не страшно для примера сойдет я думаю в общем завозим подключаем все это и любуемся как у нас все работает дом режиме в котором нам нужно тут единственное конечно надо бы подчистить и все работает но поскольку здесь мы немножечко в плюсе я могу еще себе позволить поставить дополнительную и давайте смотреть будет ли просадка и вот пошла просадочка который вы можете лицезреть данный момент я думаю суть того как считать вы поняли и еще друзья один очень важный момент настоятельно не рекомендую вам заниматься такими вещами как перевозка руды в логистических системах таких как будь то планетарная логистическая система либо межпланетная потому что а потому что проще на месте переработать опять-таки пример с моей стартовой планеты там нету титана здесь титан есть я не стал запихивать межпланетку все это дело именно руду а стал уже из руды и здесь делать титановые пластины и вести их это будет более целесообразно потому что руда у вас больше использоваться не будет а лишний раз возить это то еще занятие учитывая пропускную способность сколько нас может ввести данный корабль конечно ты тоже можно улучшить к ринг опасить и но все же не забывайте то что такие редкие вещи как кремний как титан и так далее требует уже две единицы на создание одной так что более выгодно будет именно такой вариант добыча производства и увозим туда куда нам нужно выбирая между двух вещей пробка из руды либо пробка из готовой продукции выбирайте лучше пробку из готовой продукции если вам этого достаточно то все хорошо в любом случае вы сможете нарастить производство не трогая добычу а если добыча будет проседать тут только один вариант наращивать наращивать еще раз наращивать искать месторождение на планете и завозить их сюда либо строить уже рядом с тем местом я придерживаюсь такого пути то что вот допустим есть . пока я ее не выработаю я это не уберу как я это вырабатываю это сношу и ищу новую . на планете либо на другой либо в другой системе надеюсь у вас не будет таких проблем у меня и с которыми столкнулся я потому что донес до вас эту информацию а у меня на этом все всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахайте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плыли со всеми видео касается дайсон программы со временем друзья видосов будет больше больше и больше это грамме сцепила также как и факторию плейлист на который будет также в описании и я прям залив плюс будут ссылочки на социальные сети такие как instagram группа вк дискорд сервер и телеграм-канал где публикуется информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также в телеграме дискорде имеется чат и чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр кооперироваться с ребятами чтобы играть хоть в кс-ку хоть в дотку я вас не осуждаю сам играю в различные игры как по жанру так и по сеттингу и еще пожалуйста пишите какие игры вы хотите видеть на канале какие обзоры какие гайды какие стримы спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока